Ростислав Мурзаголов По приходу, да и в принципе почти на всем протяжении своего присутствия власти По крайней мере не пытался на них серьезно воздействовать Например у нас был бойкот в гос.СМИ об упоминании Муртаза Рахимова Да это был просто запрет Это настолько было примитивное и тупое использование СМИ То есть это как микроскопом забивать гвозди Можно же забить гвоздь микроскопом? Можно И в принципе забивается, но это нецелесообразно И вот подобное использование СМИ это слон в посудной лавке А Хабиров наоборот начал с того, что он сразу же как бы реорганизовал структуру гос.СМИ в республике Башкортостан Оценку этому давать рано Я как бы единственное, что предупредил бы от излишних восторгов Либо негодований на этот счет Потому что на самом деле по большому счету ничего не изменилось У нас есть 100 региональных газет У нас есть БСТ, у нас есть несчастная геностудия Башкортостан И агентство Башинфорум, которые являются абсолютно самостоятельными юридическими лицами Со своими бюджетами, штатами, затратами, стратегиями и так далее Возможно, Мурзагулов справится с задачей внесения изменений в эти стратегии, чтобы было бы правильно Потому что эти организации работали рук вон плохо с точки зрения принесения пользы власти Ну, они, будучи государственными сми То есть они все-таки должны приносить пользу власти Нет, а зачем власти нужны СМИ тогда собственные? Не знаю, это вопрос Только для принесения А кому должны приносить пользу? Власти или обществу? Формально существует задача для СМИ Даже будучи государственными, они должны нести информацию населению Вовремя информировать Вопрос только качества и способа, и контекста этой информации То есть, если СМИ сообщает, в каком-то районе рухнул мост Это информирование А если оно пишет, в этом районе рухнул мост, потому что глава пропил все деньги на его ремонт Это другая уже история Другая история А если власть говорит, что в таком-то районе, вернее СМИ говорит, что в таком-то районе рухнул мост И мы вообще полагаем, что это американские диверсанты его подорвали Третье Но мост рухнул, да, вот, предположим Соответственно, конечно же, подспудная цель государственных СМИ Это информирование населения В том контексте, который, условно говоря, выгоден или считается целесообразным То есть, информирование о позитивных новостях Не только о позитивных Можно же и о хорошем плохо говорить, и о плохом хорошо Соответственно, это, конечно, некая степень выстраивания картинки То есть, СМИ, это всегда, почти всегда не совсем правда Или совсем неправда То есть, стопроцентной правды не существует И вопрос, насколько вы будете ее искажать Или ею там манипулировать Вот это и есть искусство подачи информации Конечно, гос. СМИ исполняют в первую очередь государственный заказ Даже у нас существуют конкурсы, и деньги тратятся на информирование То есть, вы считаете, что это правильно? Или это данность просто? Это данность То есть, правильно это или неправильно, это сложно оценить Это данность, это общее место для всех регионов И вообще для России в целом Первый канал, там прочие, да, первые кнопки Так что, мы можем этим быть недовольны Но у нас, как у потребителей информации, есть право не включать То есть, можно, я не читаю Башинфорум, например, да, уже очень давно Потому что я для себя делаю, что эта информация, во-первых, не первична Во-вторых, неинтересна, а в-третьих, еще и содержит какую-то подоплеку Которую я очень хорошо вижу Мне не нужен такой источник информации, я им не пользуюсь Вот это непобедимая абсолютная ситуация, то есть, для властей Единственное, что есть вариант вообще сделать там две кнопки, да, или одну газету А жажда информации в человеке непобедима, ну, будете считать газету правду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok